Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Мы неоднократно обращались к опыту, к истории Церкви, особенно, конечно же, к истории Русской Церкви, и делали это исключительно для того, чтобы осмыслить свое настоящее, то есть через обращение к прошлому осмыслить свое настоящее. Сегодня у нас в студии очень интересный гость, относительно недавно рукоположенный в священный сан, доктор богословия, который учился в Свято-Сергиевском Парижском институте и сейчас в том числе числится студентом-аспирантом в Сарбоне. И в сфере научных интересов этого батюшки обновленческий раскол, начало 20 века, русский исход. И вот, естественно, поговорить об этом мы его и пригласили. У нас в гостях отец Алексей Турлов. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Отче! Всегда радостно видеть людей, ну мы с вами до эфира это обсудили, которые находились на расстоянии одного рукопожатия от тех метров, книги которых мы имеем. Мы сегодня поговорим, я предлагаю, да, как бы разделить наш диалог на две такие части. Первая часть, которую бы мы посвятили, собственно, вам. Познакомить хочется вас с нашим телезрителем и телезрителей с вами. Вот, потому что всегда удивительно, как вдруг человек, который вот ходит с нами по одной улице, оказывается в Париже, да не просто в качестве туриста, который там поездил, пофотографировал, какие-нибудь магнитики собрал и привез их домой. Который, собственно, остался там учиться. И место, в котором вы учились, для наших, может быть, телезрителей, которые услышали, Свято-Сергиевский Парижский институт. Мало что значит, мало что говорит, но это, в общем-то, то место, которое даже дало название целому направлению зарубежного русского богословия, так называемое Парижское богословие. Вот, где, собственно говоря, жили и трудились отец Сергий Булгаков. Жили и трудились архимандрит Киприан Керн. Жили и трудились многие из тех, кто научил ваших учителей. Вот давайте мы начнем с простого. Как вы вообще оказались в Париже? Ну, начнем мы, наверное, с периода моего обучения в Самарской духовной семинарии. И, как вы уже сказали, многие учебные пособия, которые сейчас для семинариста, это уже, можно сказать, что стали они, эти пособия, классикой. Вот эти многие учебные пособия, которые использовались в курсе нашего обучения, они были написаны вот как раз авторами из парижской школы. И на это я обратил внимание еще во время обучения в семинарии. То есть интерес к русскому зарубежью у меня начал возникать уже тогда. И, собственно говоря, после того, как я закончил семинарию, я этот интерес не оставил. И он у меня постепенно формировался. Я уже, обучаясь на последнем курсе семинария, начал изучать французский язык здесь, в Самаре, в Альянс Францесс. Потом я после окончания семинария поступил в Московскую духовную академию. Обучаясь там, я продолжал понемножку изучать французский язык. И имел такую задумку, что если даст Бог, конечно, то я бы поехал бы и продолжил бы свое обучение в Парижском Свято-Сергиевском Богословском институте. И когда я закончил академию, я взял благословление у владыки Сергия. Он меня благословил. И я поехал туда, обучался сначала три года в магистратуре. В магистратуре обучался очно, то есть я там проживал, жил, общался со студентами, общался с людьми, общался в том числе и с русской эмиграцией. Конечно, в первую очередь с церковной эмиграцией, но и с людьми культуры. Тоже иногда мы на каких-то мероприятиях пересекались. И, соответственно, защитив магистерскую потом уже диссертацию, я там же поступил в докторантуру. Но так как докторантура не требует обязательного постоянного пребывания в том учебном заведении, в котором докторант учится, то я уже в Париж ездил на какие-то мероприятия, на конференции, на выступления, на какие-то встречи. А сам преподавал в Москве в Иоаннобогословском институте и одновременно работал в архивах, так как по моим научным интересам большинство архивов расположены в Москве, то у меня это совмещалось. Постепенно я написал докторскую в 2018-м, я ее защитил. И в прошлом году я вернулся в Самару, и осенью меня посвятили в САН. Сейчас я служу священником в Кафедральном соборе и преподаю в Самарской духовной семинарии. Я в преамбуле не сказал, какую вторую часть я бы хотел. Вторую часть нашего диалога мы бы посвятим русскому зарубежью, как таковому, вот этому известному русскому исходу. И прежде чем к ней подступить, всегда интересны те встречи, следы которых мы несем уже в своей биографии. То есть, когда вы сидите передо мной, учившись там, собственно, те люди, с которыми общались вы, находятся от меня на расстоянии двух рукопожатий. Мне, конечно, было бы, я думаю, нашим телезрителям было бы интересно, с кем из тех, кого принято считать мэтрами, или их учениками, или их детьми, вы общались, и кто произвел, может быть, самое неизгладимое впечатление, каково вы, условно говоря, в сердце сложили, общение с кем, и, может быть, лет через 20-30 скажете, что это неоценимый опыт общения. Наверное, я сначала должен оговориться, что все-таки сейчас мы уже имеем дело с иммигрантами, в лучшем случае, второго поколения. То есть, это дети тех людей, которые выехали из России, или оказались за границей по независимым от них причинам, или под угрозой их жизни. И вот эти дети, уже родившиеся там, они уже сами сейчас имеют возраст 80 и более лет. Ну, например, из детей, вот известных людей, я общался с отцом Николаем Лоским, который сам был преподавателем в Свято-Сергиевском институте. Это сын известного богослова Владимира Лоского. Он сейчас уже умер. Потом мне хотелось бы упомянуть из известных людей, конечно, моего научного руководителя. Это князь Дмитрий Михайлович Шаховской. Он сейчас еще, слава богу, жив-здоров, но он уже не преподает по возрасту. Но он мне много помогал при написании моей работы. Он известный историк русской церкви. Он большой специалист по русской философии. И вообще человек, известный в научных кругах. Еще из интересных людей я бы упомянул отца Николая Азолина. Это известный специалист в области экономологии. И он сам учился еще в то время, когда первая генерация профессоров, самая известная генерация профессоров, еще в институте была. И была в добром здравии. То есть он, как он сам говорит, когда я читаю книги этих людей, я слышу их голос, потому что он их видел сам. Но он сейчас тоже уже вышел на пенсию и тоже прекратил преподавание. То есть вот на моих глазах буквально в Свято-Сергиевском институте ушли даже люди уже второго поколения русской эмиграции. То есть вот отец Николай Луский умер. Отец Дмитрий Михайлович Шаховской сейчас не преподает по возрасту. Отец Николай Азолин тоже уже не преподает по возрасту. Но, по-моему, как раз отец Николай, да, помнит лично и отца Сергия Булгакова, и Зиньковского, и многих других. Он еще учился тогда, когда они преподавали. Вот. Поэтому я еще, скажем так, застал то время, когда, можно сказать, что чуть больше половины профессорского состава Свято-Сергиевского богословского института составляли люди русской культуры и русскоязычные или, может быть, даже не всегда это люди русские по происхождению. Ну, например, отец Николай Чернокрак, который сейчас еще является ректором этого института, он учился в то время, когда институт еще работал на русском языке, преподавание шло на русском. Но он, хотя сам и серб, но он хорошо владеет русским языком, он чувствует нашу культуру, он понимает русского человека. Но уже пришла и другая генерация профессоров, то есть тех, кто сами не являются этническими русскими или даже не являются выходцами из русской среды. Но это тоже, в общем-то, неплохо, потому что институт, когда создавался в Париже, он создавался с двумя целями. Первой его целью, это было, конечно, сохранить богословское образование, которое в России на тот момент фактически было под угрозой полного уничтожения, так как уже все семинарии Академии на территории Советской России были закрыты, существовали только нелегальные, тайные подпольные курсы, которые тоже периодически закрывались чекистами. Поэтому вопрос о том, чтобы продолжить богословское образование в эмигрантской среде он был очень насущным. Это первое. И второе, это то, на что обратила внимание первая волна эмигрантов, когда они стали осознавать, что они здесь не на полгода и на год. Ведь многие действительно думали, что они приехали сюда, и скоро-скоро рухнет советская власть, и они вернутся обратно. Многие даже жили в гостиницах и не снимали себе постоянное жилье, думая о том, что это ненадолго. Когда стали понимать, что это затягивается, как минимум затягивается, то решили обдумать, почему же так вот случилось, почему Господь нас сюда привел, почему Господь это попустил. И одна из мыслей, которая возникла в эмигрантской среде, это мысль о том, что нужно открыть православие, показать православие европейцам. То есть для западной культуры, для католической культуры православие было чем-то экзотическим и малоизвестным. И поэтому вторая цель этого института это просвещение в том числе и местного населения. И эмиграция русская начала заниматься переводом богослужебных текстов на французский язык уже в 20-е и 30-е годы. И начали появляться приходы, которые практиковали у себя сначала частичное использование французского языка, а потом появились приходы, которые полностью все совершали на французском языке. И в частности, один из таких приходов в Париже существует, на котором долгое время был священником, ныне покойный, отец Николай Лоский, про которого я сегодня уже упоминал. И там очень милый приход. Я когда туда иногда заходил, мне просто было неудобно туда ходить географически, потому что я участвовал в Сергиевском институте и проживал там же в студенческом общежитии, как правило, ходил на службу там же в самом институте, в институтском храме. А на тот приход иногда все-таки заходил, и там вся служба совершалась на французском, а сам приход состоял примерно из половины людей, знающих русский язык, и половины не знающих. Это интересно, что многие наши русские православные люди привели своих супругов или супруг в православие. Такое тоже явление довольно-таки нередкое. То есть вообще, сами иммигранты мне так сказали, что в иммиграции, если человек отходит от церкви, то он постепенно растворяется в местной культуре. И тысячи, я бы даже сказал, миллионы иммигрантов растворились так, что их дети и внуки совершенно могут не знать русского языка, только при случае они вспоминают, да, вот моя бабушка была русский, да, мой дедушка была русский. Иногда даже фамилия русская еще сохранилась у этого человека. Русский язык, он может уже не использовать или знать только несколько слов. Такое тоже, к сожалению, бывает. Для наших телезрителей, я думаю, это тоже будет очень интересно. А вот когда мы берем и сравниваем внутри богослужебную, вы уже сказали, что очень милая община отца Николая. А вот принципиальные какие-то есть отличия? Вот понятно, что язык богослужения может отличаться, понятно, что, например, строй богослужения, скорее всего, ровно такой же, как и есть. А вот какие-то вещи, которые характеризуют отношения внутри самой общины. Вот что, собственно, вас подталкивает употребить эпитет «милая община»? Что в ней мило? Ну, что понравилось вам? Я попробую сейчас пояснить. Дело в том, что, да, богослужение почти такое же. То есть общий строй богослужения такой же. Есть какие-то местные небольшие особенности, на которых мы, я думаю, сейчас останавливаться не будем. Но что мне там понравилось, это то, что вообще, в принципе, люди вот все знают друг друга. И после службы у них прямо в приходе накрывались такие столы, и в фуршетном таком формате все общались. То есть это довольно-таки интересное явление. У нас мало на каких приходах это практикуется. А вот в Европе многие приходы практикуют вот такое общее общение за столом после богослужения. Причем это часто даже не полноценная трапеза в нашем понимании, когда полностью накрывается стол, расставляется блюдо, а такое вот общение фуршетного формата, когда стоит стол, на нем разложены разные угощения. И, соответственно, каждый набирает себе то, что хочет, и каждый находит себе собеседника по своим интересам. То есть все со всеми легко и непринужденно общаются. Вот в частности, вот этот вот приход, который, кстати, назван в честь Святой Женевьевы, и географически он находится недалеко от храма, в котором хранится последняя оставшаяся частичка мощей Святой Женевьевы. Все-таки Святая Женевьева была святой в тот период, когда церковь еще была едина. И поэтому, кстати, когда эмигранты туда приехали и стали там обосновываться, они один из вопросов, которые задали сами себе, а почему бы нам не молиться святым местным, то есть тем святым, которые жили вот в этих местах. И они вспомнили, в том числе, Святой Женевьевы Парижской. И поэтому вот этот вот приход, который в паре кварталов находится от храма Сан-Этьен, в котором небольшая последняя частичка мощей Святой Женевьевы, сами мощи были утрачены во время французской революции, когда революционеры их сожгли и оставшиеся от сжигания пепел выбросили в сену. И вот эта маленькая частичка сейчас стоит в католическом храме, и к ней в том числе ходят и православные люди, прикладываются. Католики не ограничивают доступ к тем мощам святых неразделенной церкви, которые сохранились у них. В Париже сохранились довольно-таки интересные реликвии до православного человека. Например, мощь святой царицы Елены, матери императора Константина, сохранились в Париже. Причем они были долгое время забыты самими католиками, и любопытные, дотошные православные обнаружили вот эти вот мощи. Они находятся в католическом храме в центре Парижа на улице Сан-Дени, и там периодически православные служат, акафист перед этими мощами. Рядом с Парижем также находится туника Христа, которая там хранится много лет. В Париже также находится терновый венец спасителя, который хранится в Ноттердам де Пари в специальном отделении, где хранятся ценности и святыни. Кстати, не знаю, куда сейчас перенесли в связи с тем, что Ноттердам де Пари закрыт, но я думаю, что нашли какое-то подобающее место. Очень, не так много времени у нас остается, а мне бы все-таки хотелось коснуться вопроса русского исхода, тем более, что нужно анонсировать для наших телезрителей, что у нас встреча будет не единственная, и в следующий понедельник мы с вами продолжим разговор о расколе обновленческом, и он неукоснительно связан, собственно говоря, с русским исходом, в значении, что это в один временной промежуток происходит. Но так как времени не очень много, и, может быть, мы не можем сейчас максимально пространно об этом поговорить, вы наверняка разговаривали с детьми, ну, с тем же отцом Николаем Лоским об этом русском исходе, что они помнят, что помнят ваши учителя, как они вспоминали вообще этот момент, когда они вынужденно остались без Родины. Потому что вот владыка Антоний Сурожский, есть прям даже видеофрагмент его вот этого рассказа, где он прямо со слезами на глазах говорит, мы вдруг поняли, что мы нигде не свои. То есть здесь нас не принимают, потому что мы русские, мы изгои, мы беженцы, наша Родина нас не принимает, мы оказались на этом островке совершенно никому не нужными, и мы поняли, что единственное, кого нам стоит держаться, это Бога и друг друга. Вот что вспоминает парижские, парижская волна эмиграции, что они помнят, что они рассказывают, что помнит отец Николай, помнил. Знаете, отцу Николаю я этот вопрос не задавал, а вот в связи с обдавленцами, которых вы сейчас упомянули, мне просто сейчас как раз пришло в голову воспоминания Дмитрия Михайловича Шаховского, который сам, хотя родился уже в эмиграции, но как раз он мне рассказал, что его отец, князь Шаховской, был несколько раз в Петрограде на службах, которые возглавлял Александр Веденский. Это вот очень интересно, то есть получается с Александром Веденским, который стал потом вождем обновленческого раскола, фактически через двух человек у меня получилось такое вот заочное знакомство. Хотя Веденский это, наверное, не тот человек, с которым я хотел бы иметь близкую дружбу или даже знакомство, но тем не менее вот такие вот интересные иногда возникают исторические связи. А вообще воспоминания детей-эмигрантов, они примерно такие, что вот эта вот проблематика относительно их пребывания там, она пронизывала всю их жизнь. То есть эти разговоры были на кухнях. На кухнях обсуждался в том числе и вопрос о устроении церковной жизни, о борьбе за церковное имущество. Дело в том, что церковное имущество, например, во Франции оказалось под угрозой, так как советская власть пыталась через обновленцев его экспроприировать, ссылаясь на то, что это бывшее имущество Российской империи. Вот эти разговоры еще в 20-е, 30-е годы по воспоминаниям тех людей, с кем я общался, были одними из главных обсуждаемых тем на кухнях в эмигрантской среде. И, соответственно, важная проблематика, которая была замечена самими же эмигрантами, эта проблематика связана именно с тем, что те, кто при церкви и те, кто в церкви, они не так были подвержены вот этому растворению в окружающей их французской культуре и других культурах. Ну, а если в целом перебросить мостик в следующую нашу встречу, в целом, давайте, может быть, тезисно, как-то широкими мазками нарисуем этот путь русского исхода, то есть, как он с чего начался, в какое время происходил, ну, и, в общем, какие важные вехи этого исхода стоит упомянуть для тех, кто совершенно, может быть, сейчас впервые слышит и не знаком вообще с этой историей? Ну, русский исход, это явление многогранное. Вам даже историки не смогут дать точную цифру, сколько людей оказалось в русском зарубежье. Минимальная цифра это от миллиона. Максимальная, которую произносят некоторые историки, это до 10 миллионов. Я склоняюсь к тому, что цифра где-то посередине, но дело в том, что были те, кто вышел вместе с белыми армиями из Крыма, были те, кто вышел через Дальний Восток, были те, кто оказался просто в чужой стороне, проснувшись в одно прекрасное или не очень прекрасное утро, и таких тоже были миллионы, ведь часть территории бывшей Российской империи отделилась, причем часть безвозвратно, то есть территория Финляндии, территория Польши, некоторые территории Закавказья, не вернулись в состав потом Советского Союза, а много территорий, которые отделились, побыли самостоятельными, потом вернулись в состав Советского Союза, так вот, и те территории, которые отделились, ведь на них тоже жили русские люди, и я еще забыл упомянуть, что еще и в Китае была довольно-таки большая русская диаспора, и это тоже часть русского зарубежья, и поэтому если сложить тех людей, которые были русскими, или не обязательно русскими, может быть, украинцами, белорусами, но носителями русской культуры, русского языка, и оказались за рубежами Советской России, и потом были разбросаны военными событиями по всему миру, их все-таки было точно несколько миллионов, то есть речь идет о миллионах, и поэтому возникло такое явление, которое стало называться русское зарубежье, и действительно Россия, вот, была советская Россия, и была зарубежная Россия, которая существовала какое-то время как бы параллельно, и даже я бы сказал, что они мало пересекались, да, мы здесь, живя в Советском Союзе, знали, что есть русская иммиграция, что есть русское зарубежье, но прямой связи у нас с ними не было, а в фильмах мы видели зачастую какое-то карикатурное изображение вот этих иммигрантов, но дело в том, что уехав за границу, они увезли с собой и многие традиции, и иногда бывает так, что в иммиграции сохранились какие-то традиции, которые были ими вывезены из дореволюционной России, и у нас они уже могут не существовать, а у них еще это существует, иногда это и так происходит. Отец Алексей, ну на сегодня я сердечно вас благодарю, резюмировать хочется и опять же для наших телезрителей на сегодня тоже хочется проанонсировать дальнейшую нашу встречу, то есть встретились-то мы на самом деле понятно, что для более глубокого повода разобраться, например, с таким явлением, как обновленчество, и мы в следующий раз мы поговорим об истории обновленческого раскола, мы поговорим о том, собственно говоря, кто такие обновленцы начала 20 века, чтобы опять же в том числе ответить уже в третьей нашей встрече, в третьей нашей передаче на вопрос уместно ли вообще сейчас кого бы то ни было называть обновленцами, есть ли таковые и так далее, и в чем, например, их сущностные характеристики. Но для начала мы поняли, погрузились, наверное, в некоторую эпоху, носителем которой в том числе негласно являетесь и вы, будучи студентом и закончившим Святосергиевский институт, эпоху вот этого русского раскола. Мне кажется, что мы еще русского исхода, простите, мы еще не раз вернемся к этой теме в последующих наших передачах, потому что те, кто уезжал, вот мне тоже очень-то будет интересно, в следующий раз может быть даже с этого и начать. Те, кто уезжал, это были носители какого-то кардинально нового понимания церкви. Вот, то есть это люди, которые, условно говоря, уже вкусили плоды вот этого архиерейского собора 17-18 годов. и мы поговорим об этой эпохе уже исходя из того, что свидетелями этой эпохи были те люди, о которых мы поговорили сегодня. Спасибо вам огромное. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся в следующий понедельник. Присоединяйтесь к интересному разговору о обновленческом расколе. Храни всех вас, Господь. Редактор субтитров А.Семкин